Добрый день, друзья! Ну что ж, вы просили еще как можно больше мастер-классов от французского бренда GoFans Professionnel. И мы специально для вас, можно сказать, эксклюзивно для вас проводим еще раз. И это будет не последний мастер-класс, где мы вам покажем очень много интересных штучек, которые вы всегда сможете применить в своих салонах красоты. Ну что ж, переворачиваю камеру и знакомьтесь! Ура! Это Настена, полюбившаяся вами. Вы все были после мастер-класса в восторге. Настя, много писали комментариев, ребята? Ну, достаточно много. Кстати говоря, тогда мы сказали, что подписывайтесь, точнее пишите мне в директ мой аккаунт, и мы сделаем новый семинар. Ну, как-то не очень сильная активность была, поэтому, может быть, после этого мастер-класса активность у нас поднимется, и мы напишем новый интересный семинар по окрашиванию. Ну, а сегодня мы покажем мастер-класс по уходу от бренда Куафанс Профессионель. Ну, я, наверное, перейду, да? Да, конечно, конечно. Расскажи нам, какую мы будем проблему решать. Ну, я сначала познакомлю зрителей, да, с нашей моделью. Наша модель – это вот Диан. Потрясающе, посмотрите, какая она. Да, достаточно, смотрите, какая красивая форма. Недавно была подстрижена. Вот, волосы окрашены. Это не натуральный цвет, это окрашенные волосы. Вот, волосы по структуре у нашей модели достаточно такие жестковатые, плотные и пористые. То есть, в принципе, это достаточно хорошо видно. Наверное, в мокром состоянии они чуть-чуть вьются, правильно? Да, вьющиеся волосы, они, в общем-то, от природы у нас имеют достаточно пористую структуру. Вот, сегодня мы будем решать этот момент, то есть, при помощи процедуры Color Intense от бренда Куафанс мы решим проблему, скажем так, вымывания цвета, потому что от названия Color, наверное, да, все сразу поняли, что что-то будет связано с сохранением цвета. Но, конечно, это не первоочередная функция ухода. Конечно же, мы будем еще и напитывать волосы маслами, экстрактами, будем делать их значительно мягче, глаже и придадим им сияющий блеск. Так вот, я обратила внимание, волосы сильно пушатся. Да, да, это как раз-таки пористость, то есть, видимо, они ломаются, как я у модели, конечно же, спросила, мы провели диагностику перед прямым эфиром, что под этим цветом есть еще и осветление. То есть, когда-то был блонд, да, на кончиках, в принципе, это даже по цвету видно, что легкая градация в цвете присутствует, вот, и по качеству волос можно, в принципе, понять, что волосы, ну, были, да, обработаны как-то химически до основного цвета. Вот, касаемо ухода, то есть, это многоэтапный профессиональный салонный уход, то есть, это не домашний уход, да, это конкретно салонная процедура. Она у нас будет состоять из нескольких частей, это укрепление структуры волос, то есть, мы воспользуемся сермом, или, ну, мы называем это сыворотками, да, Color Intense. Далее будет очищение, то есть, непосредственно будем использовать моющий уход или шампунь Color из серии Color, и закроем весь этот уход интенсивной маской для окрашенных волос, которая как раз-таки входит, собственно, в структуру этого ухода. Вот, вся линейка, ну, я думаю, что, наверное, можно... Да, давай, так, же, ребят, я уже увидела то, что привет из Екатеринбурга написали, давайте... Я с Екатеринбург обожаю, здравствуйте. Ух ты, ты была там? Ты мастер-классы там проводишь? Мы там много, очень много частенько ездили в Екатеринбург, много знакомых мастеров, технологов, полюбившихся, уже достаточно большую дружбу с ними имеем. Вот, поэтому, если кто-то из знакомых, то привет и вообще... Да, уже пишет, Анастасия, как всегда, выглядит бомбически. Все, Настя, вот, представляешь, так приятно. Так, друзья, напишите, из каких вы городов. Мы вещаем из города Москвы. Специально для вас проводим эксклюзивный мастер-класс от Брэда Куа Фанс Профессионель. Пишите ваши города, я обязательно все города зачитаю. Если возникнут у вас вопросы, тоже задавайте. Ой, ну я знаю, Настя делится всем. Она вам расскажет не только про... Ну, я перейду непосредственно к нанесению сыворки. То есть первый этап в этом уходе – это серву Color Red Dance. Он выглядит вот таким вот образом. Это маслица или что это? Он на масляной основе, да, то есть здесь очень большое количество масел. Это продукт смываемый, то есть он наносится непосредственно перед своим шампунем. И я обращу внимание, что мы не мыли голову, то есть мы наносим на сухие волосы, исключительно не на влажную. Но это можно, чтобы были грязные волосы? Или обязательно клиент должен помыть голову? Ну, конечно. Прям, ну, это не обязательно должны быть чистые волосы. Это может быть день, два, три, не мытья голову. Но, конечно же, прям чересчур, да, грязная. В общем-то, все с таким сталкивались прям, уж тумачка. То есть, конечно, да, тогда нет. Лучше, конечно, очистить волосы от лишних загрязнений. Вот, то есть желательно наносить на сухие волосы. То есть здесь, в принципе, я могу работать без весов. В общем-то, небольшое количество сыворотки. А как пахнет сыворотка? Пахнет она очень приятно. У нее аромат красных фруктов. Красных? Да, сейчас дай тоже. Послушаем. Ой, какой нежный. Очень нежно. Фруктовый. Да, такой цвет тоже немножко розоватый. А сколько ты нажатий сделала сейчас? Ну, сейчас, наверное, нажатий 6-7. Вообще продукт очень хорошо распределяется по волосам, поскольку у него масляная основа. Вот, хорошо впитывается. Опять же таки, всегда можно добавить в случае чего, чтобы не было перерасхода продуктов. Потому что прекрасно, когда вы работаете на себя, да, то есть вы можете, в общем-то, для себя лично контролировать этот процесс. Когда вы работаете в салоне, всегда есть ограничения, да, в количестве продуктов и так далее. Друзья, пишите ваши города, из каких городов вы нас смотрите. Нам очень это интересно. Ну, как видите, я могу работать без перчаток. То есть это продукт, ну, скажем так, не химический, да, то есть мне, как бы, моим рукам никак не повредит, хотя я достаточно чувствительна, да, к таким вещам. Стараюсь работать в перчатках, но, тем не менее, этот уход, он достаточно деликатно, да, на кожу влияет. Вот, то есть весь уход построен на основных ингредиентах. Это экстракт лебеды, это экстракт подсолнечника, янтаря и масло манго. Вот в данной сыворотке как раз-таки все эти ингредиенты, они представлены. То есть в компании Куафанс есть еще также и уход просто колор, который можно использовать и в домашних условиях. А колор интенс – это чисто салонная процедура, поскольку там очень концентрированные, то есть там все то же самое, такие же экстракты, ингредиенты, но в два раза больше. Именно поэтому это салонный уход, чтобы не переборщить, не утяжелить волосы. Но варианты есть, допустим, в том же самом салоне переборщить и утяжелить волосы? Да, если неправильно провести диагностику волос. Так, расскажи. То есть здесь какая история, то есть поскольку я вижу, что у нашей модели достаточно плотная структура, пористая, чуть жестковатая, я себе позволила в конце, позволяю, да, в конце процедуры закончить это все не просто кондиционером или спрейм, а прям интенсивной маской. Допустим, если бы у нее волосы были очень тонкие, славянские, такие тоненькие-тоненькие волосы, то, конечно, после шампуня скорее я бы использовала только спрей, то есть чтобы не утяжелить волосы, чтобы не было ощущения, как будто волосы не промыть. Нет, нам это не надо. То есть настолько интенсивные продукты, поэтому нужно, конечно, это учитывать. Если волос чуть более плотный, не пушковый, можно использовать после шампуня кондиционер. Если волосы вот такие жесткие, бьющиеся, южный тип волос, азиатский тип волос, то в таком случае можно использовать маску. Так, нас смотрит Москва, смотрит Сюмин, давайте пишите еще другие города. Очень интересно, с каких-то городов. Я обмакиваю просто чуть-чуть кисточку, и не на корни, то есть только на длину. На корни нельзя, да, будет жирно очень? Да, то есть не нужно. Только по длине наша задача работать с полотном волос. Что даст волосам эта процедура? Она даст сохранение цвета, то есть цвет будет меньше вымываться, то есть мы, скажем так, пролонгируем жизнь цвета на волосах клиента, плюс, конечно же, экстракты, которые содержатся в составе, да, то есть они благотворно влияют на качество волос, на блеск, то есть будет очень интенсивная отражающая способность волос. Ну, скажем так, это из разряда физики, да, то есть мы знаем, как влияет свойство поверхности, да, на отражение цвета. Если у нас волосы матовые, да, пористые, то они свет поглощают, не отражают его. Здесь мы видим, скажем так, тусклость оттенков, да, то есть мы не видим блеска, не видим здорового качества волос. Если структура волос гладкая, да, то есть она хорошо отражает лучи, цвета, то мы сразу с вами видим насыщенность в цвете, мы видим блеск. Ну, вот, конечно же, на брюнетке всегда блеск больше видно, насыщеннее. Вот блондинкам значительно тяжелее добиться блеска, поскольку структура, естественно, она не может быть гладкая, она всегда пористая у блондинок. Я, как блондинка, она тоже все время стараюсь какими-то такими процедурами пользоваться, чтобы добиваться вот сияющего эффекта. То есть я, как бы, даже не прочесываю, просто вот сейчас продукт, скажем так, массажирую в, скажем так, втираю чуть-чуть волос. Ребят, спрашиваю, что это ламинирование? Нет, нет, ни в коем разе это не ламинирование, это просто интенсивный, хороший салонный уход. Как спа-процедура. Фактически как спа-процедура. И когда это можно делать? После, допустим, после окрашивания, до окрашивания? Вот здесь, конечно, да, я не буду лукавить, будем честны. То есть, конечно же, если у вас клиент блондинка с очень пастельным оттенком, да, то есть это пепельные направления, какие-то розоватые, ну, неважно, пастельный, пепельный оттенок, или же даже это какие-то яркие, там, фиолетовые, неестественные цвета, любой полноценный многоэтапный уход может, конечно же, цвет подснять. Вот, поэтому, если вы хотите восстановить структуру, напитать волос, подготовить, кстати говоря, волосы тоже к окрашиванию, можно сделать этот уход перед окрашиванием, прям непосредственно. То есть это допускается, это делать можно. Ну вот, ребят, спрашиваю, сколько может стоить такая процедура в салоне красоты? Ну, слушайте, как бы ценовая политика салонов красоты у всех абсолютно разная. То есть здесь нужно запрашивать просто себестоимость, из-за своих мендеров процедуры, да, то есть, как правило, все бренды, конечно же, себестоимость процедур расписывают. Поэтому, если вам конкретно эта процедура интересна, вы можете просто вам в директ написать, мы вам вышлем всю информацию. Вот, а там уже какую, собственно, наценку вы будете делать, вы учитываете свое время, вы учитываете, там, если вы, допустим, аренду... Статус салона красоты. Статус, имя, аренду, свет, вода, расходники и так далее, там, полотенца, вся эта история. То есть из этого, собственно, да, и складывается вся цена. Да, так что пишите... Он очень доступен. В директ бренду Кауфанс, нижнее подчеркивание, профессионель, нижнее подчеркивание, раша. Внизу я вам закрепила этот бренд. Пишите туда и задавайте уже все ваши вопросы. То есть, большого количества продукта не надо, он очень хорошо распределяется. Он прям впитывается. Он прям впитывается. А волосы жирные вот сейчас, да? Да, они как масло. Да, волосы как масло, прям они жирненькие, такие, маслянистые очень. Да, именно поэтому, конечно же, данную сыворотку... Очень вкусно пахнет. Красные фрукты, да. Я стою тебя, прям наслаждаюсь. Все спрашивают, а что за красные фрукты? Ну, красных фруктов много. Это может быть красное яблоко, я, допустим, чувствую красный виноград. Гранат какой-нибудь. Гранат, я гранат очень, да. Я лавлю, я рисую. Ну, прям аромат потрясающий. Я просто люблю ненавязчивые такие... Еще там чуть-чуть, насколько он, конечно, я чувствую запахи и чувствую... Ты нас успокоила. Все, мы не переживаем. Мы тебе верим на слово. Просто не спите дома с вентилятором, тогда все будет. Понятно. Так, нас смотрят с города Волжский, нас смотрят в Санкт-Петербург. Очень круто. Ребят, пишите еще ваши города, откуда вы смотрите. Нам интересно с вами знакомиться. Значит, на блондитках мы эту процедуру делаем до окрашивания. Вообще, в целом, если, допустим, волосы очень сильно поврежденные, осветленные ранее, эмилированы были, то, конечно, Color Intense прям подойдет на ура. То есть это прям вот для таких волос будет процедура. Если волосы просто окрашены, ну, то есть имеют, в принципе, хорошую структуру, но хочется немножко их напитать, можно сделать просто процедуру Color. Это... Ну, в эту процедуру будет входить шампунь Color, маска и спрей. Три ступени, получается. Можно, конечно же, еще дополнительно завершить процедуру нанесения бриллиантового блеска. Ух ты! Это эликсир. Но это все равно для брюнеток. Ну, у меня почему? Для блондинок разве будет отражение? Тот, который мы делаем, он для блондинок тоже, в принципе, подойдет. Как раз таки, потому что блондинок, они нуждаются в интенсивном уходе. Ага, еще больше, чем там брюнетки. Так, смотри, нас смотрят Никосия. Наверное, правильно читаю? Я надеюсь, Людмила. И Сентуки, Кемеровская область нас смотрит. Так, и спрашивают, а по времени процедура сколько длится? Кстати, отличный вопрос. По времени такая процедура займет не больше 40 минут. То есть нанести... Вот мы сейчас нанесем, поскольку мы разговариваем, конечно, это можно чуть-чуть дольше. В салоне непосредственно это будет быстрее. То есть мы наносим продукт сейчас, да, выдерживаем его буквально 10 минут, и уже все остальное мы сделаем на мойке. Нам останется всего два шага. Это шампунь и маска. Маск нужно будет тоже выдержать в пределах 5-10 минут. То есть там никого не нужно. Не надо теплом что-то там разогревать? Можно использовать тепло. То есть если мы хотим, как любой уход, да, если мы хотим уход усилить, ну, чтобы поглубже проникнуть, конечно, хотим. Да, тесто способствует более глубокому проникновению продукта. Вот, да, это допустимо. Климазон, это может быть горячее полотенце, вы можете, ну, есть такие термошапки, которые подключаются, да, электрические, можно феном просто погреть и так далее, то есть на шапочку погреть. Вот, то есть это все можно делать, конечно. Ой, ну нам, клиентам нравятся такие процедуры. Конечно, это момент психологии еще тоже. Момент немножко такой интимный, да, то есть те, кто приходят, систематически ходят на уходы, это такие люди очень, скажем так, тонкие, любящие вот эту вот заботу, они любят, скажем так, вот этот весь процесс, они кинестетики, очень любят прикосновения и так далее. То есть я вообще не совсем понимаю этих людей, которые не любят, когда у них в волосах копаются. Я, допустим, вообще... А есть такие, которые не любят? Есть, есть такие. Не подходи ко мне, не трогай меня, не трогай мои волосы. Да, когда есть лишки для окрашивания, это целое испытание. Да ладно. Да, кто есть, я думаю, что со мной много кто согласится. Ничего себе. У кого, по-любому, у всех есть какие-то приятные. А мне нравятся и волосы, когда трогают, и массажи делают. Мне кажется, это так приятно. Вот, значит, кинестетик. Ага. Настюш, а правда, что все мастера, когда находятся там, я не знаю, где большое скопление людей... Мысленно всех стрибутат раз. Меда! Абсолютно, да. Серьезно? Я только начала работать брикмахером, метро для меня был просто... Я заходила, мне это хочется покрасить. Боже мой, что же у тебя на голове? Да что ж ты не следишь за своей головой? Нужно вот здесь покрасить корни, тут подстричь, тут что-то, какая-то форма не так. То есть вам нельзя в метро ходить, мастера? Да, это вообще, это такое поле деятельности. Саживаешь, не находишь, хочется прям ходить и резинки все раздавать. Отлично. У вас так же? Напишите, пожалуйста, нам очень интересно. Так, что за процедура? Настюш, давай еще раз расскажем. Мы делаем глубокую процедуру, глубокую процедуру Кауэр Интенс у бренда Куафанс. Она нацелена на сохранение цвета, то есть на дальнейшее не вымывание его из волос, выравнивание структуры, дополнительный блеск, питание, увлажнение. То есть достаточно интенсивная процедура. Такая спа, чуть-чуть даже я сказала. Вот. Да, имеет очень приятный аромат. Ну, я, наверное, в принципе, по ингредиентам могу чуть-чуть поднимать. Да, нам очень интересно вообще составы. Ты составы смотришь продуктов? Ну, конечно. Что на первом месте, что на втором. Вот по составам расскажи нам. Что у нас первое стоит в составе, да, кого у нас, в принципе, и больше. Здесь, конечно, я еще отмечу, что, допустим, шампуни, color, color интенс, и, в принципе, большинство вообще шампуни бренда Куафанс, они бессульфатные. То есть продукт у нас не содержит парабеллов, да, то есть содержит только исключительно натуральные эмаленты, вот, и поэтому не перегружаются, скажем так, культуру волос, дают ему дышать. Что такое сульфаты? Вот мы, допустим, клиенты, чаще всего думают, ну, наверное, какая-то фигня, маркетинговый ход, да, тебе же на шампунях пишут без сульфатов. Реально, что это такое, чтобы вот так же мастера объясняли это клиентам? Ну, как я когда-то слышала от очень известного брикмахера, да, ему клиенту задала вопрос, вот что нужно использовать, вот сульфаты, они же вызывают там какие-то заболевания, еще что-то. Он говорит, просто перестаньте пить шампунь литр в день, чтобы не заболеть каким-то заболеванием. Отлично. Да, то есть, как бы, по факту, на организм сульфат, ну, он может действовать только когда он в очень концентрированном каком-то, да, состоянии, то есть, по сути, своей просто это щелочной паф, да, который, как пенищий паф, за счет чего у нас, собственно... Ну, в Ферри, вон, пеница очень хорошо. Все боятся сульфатов в шампунях, но никто не боится зубы чистить, все там тоже сульфации делятся. А-а-а, ну, действительно, пена же пенится, же паста. Да, да, то есть, как бы, но при этом, да, вот все к шампуням очень в этом плане относятся категорично. Ну, а почему все бренды переходят на безульфатные? Это профессиональные бренды, мы сейчас говорим о профессиональные, а не о тех, которые продаются у вас в маркете. Да, во-первых, это уже требование рынка по большей степени, потому что клиенты уже наслышаны тем, что более безопасно, используют бессульфатные, да, либо с какими-то более мягкими павами, которые мягко, да, то есть, пенят продукт. Ну, просто легкий пенящий агент, скажем так. Вот, ну, плюс по всему, да, момент маркетинга, но в любом случае, это также еще момент экологичности продукта. Потому что у меня есть, допустим, клиенты, которые выбирают бессульфатные шампуни, на самом деле, не потому что это как-то может навредить здоровью, они больше заботятся, ну, говорят о том, что я же все это потом во внешнюю среду смываю, да, то есть, это же все... А экология, да, то есть, экология, это все очень вредно для экологии, вот, поэтому они выбирают бессульфатные, либо мягкие павы, которые... Ну, сейчас много осознанных клиентов. Очень много, все очень начитанные, наученные, признают. Ну, вот приходит, что говорят, там, мне, допустим, красить определенные краски, которые, там, не знаю, там, не повреждают, чтобы продукты были баночки вторичной переработки. Да, и деньги без кошка хотим быть. Серьезно хотят быть, да? Ну, и как ты? Конечно, не докажешь, что это невозможно. Ну, вот у моей сестры, подружки, моей соседки, она вот как-то делала, и вот у нее получилось. Ну, нет, как бы не будем... Мы тоже не... Не таблеточками из аптеки она делала? Нет, не знаю, как получилось, но как-то получилось. Так, сейчас я обозначу 10 минут. 10 минут мы подержим сыворотку на волосах. Вот, при желании можно, конечно, использовать тепло, но мы просто подержим, то есть, классическим способом. Мы ставим его нашу отдыхать, да? Наслаждаться ароматом. Здесь, интересно, ребят, спрашивают, это окрашивание? Это? Это не окрашивание. Мы делаем уход, как видите, вот, да, тут у нас миска чистая, здесь у нас масловый продукт. Это эти 6 капель или ты еще добавляла? Нет, я добавляла, да, то есть, но не нужно сразу много, да, то есть... Лучше посмотреть. Да, то есть, по 5-6 капель, ну, 5-6 капель нажатия, это, в принципе, не так много. То есть, у нас уже был начин продукт, да, то есть, его было вот столько примерно. Ну, мы использовали вот небольшое прям количество на сухом, то есть, волос користый, очень хорошо впитывает продукт, поэтому приходилось чуть-чуть добавлять. В целом, расход очень такой экономичный, учитывая, что этот продукт еще наупакостный. У меня даже остался. Да, то есть, это прям вот масло-масло. Я просто наслаждаюсь ароматом, пока уже приводит. Да, я чувствую, да. Прям очень круто. На сухие, допустим, волосы, мы им там спросят наверняка, можно ли это на сухие волосы внести для разглаживания, там, после укладки. Нет. То есть, это прям масло. Его нужно смывать, то есть, это не продукт, который остается, должен оставаться на волосах после сушки. То есть, если хочется что-то добавить... Это бриллиантовое, да? Да. Я его называю король-королей. То есть, это прям вот продукт, конечно, который, наверное, окончательную точку поставил в моей любви к бренду. То есть, при помощи него, наверное, я поняла всю суть, и на меня осенило, я прозрела в этот момент, потому что буквально одна капля даже на длинные волосы делают безумно шелкалистыми и блестящими. Все, что путалось, распутывается, вообще все узлы, там, не знаю, как мама говорит, о, у тебя там женихов куча наприливало. Вот он распутывает, остаются волосы шелковистыми, мягкими, и в течение дня даже на сухие волосы можно чуть-чуть добавлять. Постоянно они будут мягкими, он будет хорошо впитываться, не оставляя никакого жидкого эффекта. Настя, да вот расскажи, пожалуйста, мне как клиенту, пока мастера думают над вопросами, я жду, кстати, ваших вопросов. Мне как клиенту, мне говорили кто-то, я даже не помню, кто, не важно, что чем чаще моешь голову, тем больше волосы смываются, и они становятся тоньше, и становятся лысины какие-то, и что это щелочь, он губит волосы, что это белок. Ну, я стою с волосами, я как пример того, что, да, мою голову почти каждый день, но сейчас, то есть мне приходилось мою голову каждый день из-за того, что у меня склонна к жирности кожи головы. В общем-то, это прослеживается и по типу моего лица, потому что у меня достаточно вот эта моя проблемная Т-зона, которая, да, здесь жирность присутствует, кожа головы тоже такая же. Вот, но если подобрать правильный уход, правильный шампунь, то есть можно, в принципе, продлить чистоту, свежесть, да, на голове. В общем-то, да, каждодневное мытье, конечно, может истончить волосы, да, то есть может это сделать, но это если пользоваться неправильными продуктами, высоко щелочными, опять же, с большим количеством силиконов, которые постоянно остаются на волосах, имеют достаточно плотную мембранную пленку и не дают волосам дышать. Я думаю, что мы все-таки клиенты не всегда смываем шампунь. Вот мне так кажется. Может быть, да, и такое, то есть кто-то один раз моет голову, там просто шту, все, и пошел, да. Кто-то там по два, по три раза промывает тщательно, как бы у всех по-разному. Плюс ко всему еще многие неправильно моют голову, то есть есть целая наука, как мыть голову. Так, что за наука? У нас же многие же как вот вспенили и потом все волосы наверх, да, да, мочали, да. То есть вот это уже механические повреждения. Волосы или кожа. Да, когда мы моем голову, во-первых, шампунь любит много воды. Основная проблема у нас, ну, когда мы моем, это кожа, да, ее нужно промывать, а не волосы. То есть мы тщательно просто массируем кожу, массируем, не затрагив, концы вообще не берем. Когда мы смываем, та пена, которая с волос стекает, она вместе с этой пеной, вся грязь смывается с волос, в общем, тогда у вас враг, ну, в душу. Вот, то есть не обязательно волосы прям мочали, что-то с вами делать, там, повреждать их лишний раз. То есть достаточно просто промыть кожу и смыть по волосам. Если волосы очень густые, ну, возьмите пену и просто вот так промокните волосы этой пеной и затем смойте. Ну, вот это вот, вот это все, полотенце наше любимое, вот эта вся история, конечно, может повреждать и истончать волосы. Если это делать изо дня в день, конечно, мы придем к очень плачевному результату. Все уходы станут плохие, ничего не будет помогать. Так суть на самом деле просто в неправильных манипуляциях и движениях. Ага, ну, а вот это вот, скажи, пожалуйста, расчесывать мокрые волосы расческа можно или нельзя? Нежелательно. Да, ну, вы же мастера расчесываете. Да, или то, что я там, вот, мастера все говорят, кто говорит расчесывает, кто говорит не расчесывает, где правда. На самом деле я расчесываю волосы расческой, прям, да, на влажные, в исключительных случаях, когда я делаю технику окрашивания, где мне необходимо вычесать. Это какая именно? Шапушь, например. Угу. Можем и начесывать. Его надо как-то разобрать пальцами, вы его не разберете однозначно. Вот, эйртач я тоже вычесываю, потому что тот пушок, который, да, он мог там спутаться, его надо поставить на месте, скажем так, да, впрять. Вот, в остальных, когда я, ну, я просто крашу, я, как правило, разбираю только руками волосы. Прочесываю руками, стараюсь расческу в крайних случаях брать, только если прям, ну, очень сильно что-то запуталось. Вот, то есть, да, когда волос намокший, да, то есть, есть у нас три вида связи в волосах. Солевые, водородные и десульфидные связи. Вот. Десульфидные связи самые глубокие, они повреждаются исключительно только химическим каким-то путем, это обесцвечивание, окрашивание и так далее. Вот солевые, водородные, они разрушаются и теплом, и водой. Вот, как раз-таки, когда эти мостики разрушены при намокании, есть очень сильная возможность того, что мы начнем еще дальше рвать волос, да, при натяжении и так далее. То есть, волос нельзя расчесывать, мокровый стейн, нежелательно. Но есть, конечно, специальные расчески, массажки. А ты пока что-то есть? Большой был, они, скажем так, оригинальные, они чуть-чуть такие подсиликоненные, такие пластмассовые, на разных уровнях зубчики, они очень мягкие, пластичные, поэтому они, ну, то есть, не стоят полом и не держат волосы, то есть, они прямо вот мягко-мягко вычесывают волосы. Да, очень полезные такие массажки, вот, и на сухие волосы я расчесываю сама, допустим, да, и на влажные волосы бывает расчесываю маску, но клиентам стараюсь, вот, ей пользоваться беру только, когда техники делают. Ну, так-то она мне всегда, да, с собой лежит. Вот, то есть, да, можно расческой использовать. Обычная, допустим, вот такая расческа. Ну, вот такой расческой можно пользоваться только в том случае, если, допустим, у нашего клиента прям короткие волосы, да, и нужно просто красить, там, например, прочесать или маску. На коротких волосах, в принципе, нормально. Главное, чтобы зубы были не мелкие, а крупные обязательно. Настя, на предыдущем мастер-классе нашем ты рассказывала о том, что ты не любишь общаться с клиентами. Ну, что ты молчу. Нет, не то, что я не люблю, я люблю своих клиентов, я с ними люблю общаться. Просто я, скажем, такой за разрядом мастеров-молчунов, которые, когда делают какую-то кропотливую работу, они вот прям полностью уходят в этот процесс, и все. То есть, как бы, любое там, а, там, вот это, вот это, начинаешь темы перебирать, какие-то общаться, все это растягивается, увеличивается время, начинаешь добиваться, начинаешь делать какие-то ошибки. То есть, я стараюсь вот погружаться в эту работу. Но, как бы, все зависит, опять же-таки, от клиента, в любом случае. Потому что мы, так или иначе, считываем энергетику человека, да, если мы видим, что он расположен на общении, ты пришел пообщаться, ты в любом случае будешь общаться, он тебя заставит это сделать, как бы ты этого не хотел. Вот. А если человек, как бы, понимающий такой, ну, делаешь технику, делай хорошо, я себе фильм скачала, я тут посижу, посмотрю, расслаблюсь, чай, кофе там предложишь, и вроде бы, как бы, все окей. Вот. А на моменте стрижки, укладки, тут мы уже, конечно, прям вот разговариваем, разговариваем. Но, опять же-таки, все зависит чуть-чуть от клиента и от ситуации. Допустим, во время набора техники или просто окрашивания обычного, я, конечно, обращаю внимание на волосы и могу какую-то консультацию провести на тему уходов, на тему домашних. Но ты, то есть, спрашиваешь, чем клиент моет голову дома, какими брендами, да, то есть, вот это важно. Конечно, да, то есть, иногда клиенты, они, в принципе, даже спрашивают, да, они приходят и, вот, слушают, что-то вот у меня с носами, давай что-нибудь подберем. Здесь такие, с ними проще всего. Они на все согласны, лишь бы это помогло. Есть такие, которые осторожничают, очень сильно боятся менять продукты. А вот как убедить? Потому что иногда, вот я, как клиент, могу сказать, ну, мне иногда кажется, что мне что-то продают, да, те же самые, линейку продуктов, которые я, возможно, они помогут для моих волос, да, там, помогут еще чего-то, какие-то решения проблемы. Как их убедить, что вы делаете добро? Есть, ну, вообще, в принципе, конечно, идеальный способ, это просто этот же продукт, который ты рекомендуешь опробовать прям там же на месте. То есть, допустим, я рекомендую человеку шампунь от перхоть. Ну, нет, перхоть, это плохой пример, потому что ему нужен цикл. Да, ну, например, от жирности кожи головы, например, да, человек хочет получить вот этот эффект, мы моем ему этим шампунем волосы, да, то есть и через день, там, он понимает, работает это или не работает, да, он, во-первых, сразу после процедуры ощутит, какого качественного волосы, блестят они. А ты акцентируешь на это внимание? Скажешь, потрогайте волосы, да, или да? Конечно, конечно, если я пробую какой-то новым продукт, рекомендую, говорю, что вот, давайте попробуем сейчас, да, там, посмотрим, как это работает, конечно, после укладки я говорю, потрогайте волосы, посмотрите, то есть чуть-чуть поживите 5-10 минут с этим вот ощущением, да, как бы, потом расскажите, дайте обратную связь, вот. И пока, там, клиент, не знаю, там, сидит еще чай, кофе пьет 5 минут, да, он, скажешь так, уже принимает окончательное решение. Вот, то есть, да, масла, спреи, все это вот в течение всей работы, это так или иначе стоит у клиента на глазах, это тоже такой визуальный, да, постоянный магнит, да. По всему тактильное ощущение, да, и, как бы, конечно, приводить больше примеров жизни, то есть, что вы действительно пользуетесь этим продуктом, сколько человек у вас его купило, там, не знаю, кому он помог, кому, там, да, он, там, больше всего понравился, на каких волосах и так далее. Все это скажем тогда через опыт. Ну что ж, у нас время закончилось, 10 минут закончилось. Все, значит, да, то я потерялась. Нет, ты так интересно рассказываешь, я могу тебя слушать круглосуточно. Вам нравится, Анастасия, давайте ставьте миллион сердечков, для того, чтобы Настя еще для вас провела какие-то очень ценные мастер-классы. Кстати, вот этот прямой эфир я сохраню в ленте, также в ленте вы можете пересмотреть предыдущие прямые эфиры, там Анастасия красила. Вот то, что вы любите, мастер-класс по окрашиванию, при том, что такой бомбический, у меня потом в директ был просто завален, все благодарили безумно Настю. Говорят, Настя это просто вообще столько ценностей дала, столько рассказала, еще намного больше, чем это требовало этот мастер-класс. Потому что 4 эфира. 4 эфира, представляете, мастер-класс почти 4 часа длился. Да, сейчас мы выдержали сыпровку и будем просто ее обильно промывать соковой водой, то есть комфортно для клиента. Нам хорошо все надо смыть, да, продукт? Да, просто промыть водой, хорошо это промываем. Так, следующий этап это шампунь Color & Tense. Его мы наносим небольшое количество, то есть сейчас у нас идет этап очищения. То есть он имеет вот такую достаточно плотную текстуру. А какой здесь аромат? Ну-ка, тоже. Здесь, ну, вся линейка построена на аромате из красных фруктов. Ну, она примерно такой же, примерно такой же, просто менее ярко выраженный, все-таки масло было побольше, поярче. Потому что это более концентрированный продукт. А, а эта процедура лучше до или после окрашивания делать? После окрашивания, ну, для блондинок я бы не рекомендовала после окрашивания. Может чуть-чуть подснять. Ну, то есть в любом случае любые продукты, которые очень интенсивно действуют на структуру, внутреннюю структуру, могут глубоко, да, залезть. Их задача, ну, то есть восстановление, заполнение пустот, да, каких-то, которые есть в волосах. То есть таким образом они могут с собой заместить пигмент, да, чуть-чуть его подвытолкнуть. Поэтому, конечно, может немного подснять. Поэтому, если есть желание, можно сделать до процедуры окрашивания, как дополнительный уход. И потом уже через неделю, через две, можно, в принципе, повторить этот уход, вот как мы сейчас. Кстати, я же провожу постоянно мастер-классы у разных топовых стилистов, у творческих партнеров. Вот очень часто мне мастера говорят, то, что к нам приходит первичный клиент. Мы сначала делаем уход, а через неделю уже на подготовленные волосы мы делаем окрашивание. Да, абсолютно верно. То есть волосы, ну, скажем так, сам цвет, да, не нуждается в достаточно ровной структуре, да, чтобы он хорошо ложился, был равномерным, да, то есть цвет выравнивался. Вот, волосы, конечно же, это же не живая материя, это мёртвая материя, так же, как ногти. Нам же, ну, мы отрезаем, нам не больно же, да, кровь не течёт, ничего не течёт. То есть волосы не способны к самостоятельной регенерации. То есть они это, как я говорю, не хвост у ящериц, он на самом деле все не отрастает, да, то есть не заполняется. То есть мы можем только при помощи каких-то продуктов, да, профессиональных восполнить, достроить, спротезировать, восстановить, скажем так, какие-то погрешности, да, в структуре. Вот, и таким образом, да, то есть мы можем выровнять при помощи ухода структуру волоса и затем на этот фундамент положить уже цвет. Таким образом он будет более насыщенным, более ярким, без провалов, без проседаний. Ну, потому что уже будет заполнено. Да, 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 то есть таким образом мы, в общем-то, подготавливаем себе некую платформу, на которой мы дальше будем работать. Настюша, вот как раз здесь мы можем же массаж показать или это уже позже надо показывать, там, на маске? Нет, конечно, здесь. То есть можно на маске, можно, ну, с шампунем это, наверное, будет чуть-чуть удобнее, потому что есть такая подушка из пены. Да, то есть, как я уже, да, наверное, в том эфире показывала, что у нас с вами на пальчиках есть такие вот костяшки, да, вот эти вот. То есть мы ставим на голову, да, клиента костяшки и начинаем перебирать вот так вот. Ой, мне приятно, я не лежу, но мне приятно. Да, то есть мы двигаемся по краевой от середины и вниз. Почему я, допустим, не двигаюсь наоборот? Потому что я буду тянуть волосы, будет, может быть, чуть-чуть неприятно клиенту. А если наоборот, сверху вниз, да, то есть двигаюсь к височной части, могу на ней задержаться, могу вразнобой поработать пальцами вот так, и потом я опускаюсь под уши и дальше по краевой двигаюсь вниз, могу чуть-чуть приподнять, поработать внизу теми же. То есть я вот как держала пальцы, так и держу. Да, то есть здесь непосредственно на шее, ну, там, где у нас зона шеи, я могу поставить руку таким образом и вот этой частью, да, то есть вот этой вот частью поработать, сжимая немного, да, основание, скажем так, черепа, да, где у нас здесь вот. Обычно это самое такое вот место, самое, где обычно у многих мурашки начинают бежать. Вот, то есть аккуратно, с легким надавливанием, то есть прям сильно больно не нужно, конечно, делать, то есть легкое давление, чтобы было. Вот, дальше кладем, и мы можем проработать вот эту вот зону, да, то есть мы ставим два пальчика и представляем, как будто мы рисуем вот такой вот зигзаг. И двигаемся вниз, можем перевернуть руки, сделать это еще раз другими пальцами, то есть вот такие вот движения, да, то есть вот такие, и снизу можно вот, какой у нас, как он, средним пальцем, можем вот так поработать, то есть, да, вот, чтобы было удобно. Вот, еще мы можем приподнять голову, и вот там, где у нас оксипитальные кости, вот здесь вот, да, это застылочные бугры, их можно прямо вот здесь вот нащупать. Мы берем палец и по часовой стрелке двигаемся примерно, можем от 9 до 12 раз, да, помассировать вот эту часть, переключиться на другую руку, опять же-таки в другую сторону помассировать, да, положить, и еще раз поработать на височной зоне, вот опять пальчиком уберем, вот у нас ушко получается между пальцами, да, и прямо вот, то есть мы руками захватываем заднюю часть головы, а указательный пальцем на виски и массируем. Я скажу, такой больше расслабляющий, да, есть тонизирующие массажи, куда входят такие же движения, но, допустим, работа с краевой может быть более энергичная, да, то есть когда наша задача протонизировать всю кожу и, как бы, ну, вообще состояние волос. Это для чего нужно? Для кровообращения. В первую очередь, когда у нас хорошее кровообращение у корней волос, то они, естественно, напитываются большими микроэлементами, потому что кровь умывает полностью волосяную фолликулу, вот, то есть это влияет также на хороший рост, качество здоровья волос. Вот, тонизирующие, может быть, даже вот такие вот движения, то есть можно вот так вот делать слегка по голове, да, то есть это будет больше такой тонизирующий эффект. Ну, и, конечно, момент такой тоже есть психологический, когда сделали массаж, ни в коем случае не отрывайте резко руки от клиента, это очень неприятно. Ну, то есть, когда вы так долго, тщательно ее над ней выкрапели, да, то есть и раз, и оторвали, то есть есть у клиента ощущение брошенности. Вот, поэтому неприятно, да, наверное? Вот, поэтому, когда вы заканчиваете массаж, лучше сделать вот такое движение, и вот тогда уже отпустить. Вот, то есть нету резкого, то есть мы медленно-медленно даем понять, что мы заканчиваем. Ну, как вам обучение массажа? Давайте пишите, смайлики ставьте, очень все жду. Вообще, Настя, потрясающая, да? Я просто не устану, нахваливает. Смотрите, какая очень классная девочка, которая вам всегда все расскажет, всегда все покажет. Да, поэтому приходите на наши мастер-классы-семинары и последствия на нашей студии, мы находимся на метро-котеннике, потому что все, кто из Москвы. Вот, да, мы проводим обзорный семинар, у нас есть дегустационные дни, где вы можете абсолютно бесплатно, конечно, уже попробовать нашу продукцию. Ну, есть тем более, ну, там, есть платные семинары, но они чисто символическую цену стоят. Вот, все расписание вы можете узнать, кстати говоря, в нашей группе в Телеграм, можете узнать у наших менеджеров через наш директор в Инстаграме. Вот, ну и, собственно, ждем вас у нас. Вообще, всем очень нравится, кучу тебе, кучу эмоций присылает. И девочки пишут, отлично, спасибо, обожаю делать массаж своим клиентам, а мы обожаем получать этот массаж. Да, к сожалению, иногда из нехватка времени, конечно, иногда не успеваешь все это сделать, но особенно мужчины очень любят массаж. У Люби, да? Очень любят, да. Что, они вообще не стоят? На час ловаться еще? Они не так долго проводят времени в салоне, вот, и, конечно, ну, им тоже хочется какого-то внимания, какой-то вот этой истории, но у нас немножко менталитет у мужчин такой, они еще пока привыкают только за собой ухаживать. Вот, для них, допустим, спросить, а можно ли массаж там или спа-процедуру, многие просто стесняются. Стесняются сказать «да». Да, поэтому просто нужно молча начать это и делать. Поэтому, потому что мужчина вот в этом плане, если вы его даже не стрижкой, а массажем покорите, он навеки просто будет ваш. Вы постоянно ходите, и не важно, что там, может быть, где-то что-то ему, в окантовке не нравится, но ради массажа он придет даже просто в голову полуть. Отлично. У меня таких двое точно на всю жизнь было. Вы слышали, какие секреты у вас так же? Напишите, пожалуйста. Ну, а вот здесь вот смотри, допустим, я прихожу в салон красоты, в массаже это отдельная услуга, да, то есть мне ее надо оплатить, и мне сказать надо, или это мастер сам принимает решение, как-то ее сделать? Я считаю, что это чисто институт мастера, да, то есть, потому что он профессионал, то есть, будет просто так это делать все в лесах. Сера, они, скажем так, просто проявляют инициативу, если любят своих клиентов, дорожат ими, и хотят, чтобы они возвращались, они всегда будут делать массаж. Так, шампунем мы голову помыли, теперь у нас масочка. И отжимаем полотенцем волосы. Всегда любые маски-кондиционеры мы наносим на отжатые полотенцем волосы, потому что излишняя влага, во-первых, я это сравниваю всегда с кремом для рук, то есть, если у нас на влажный просто, да, чуть-чуть такие, ну, когда даже сухие волосы, нанесем крем, он быстро впитается, и все будет окей. И мы не переведем продукт. Если у нас руки мокрые, мы наносим крем, половину у нас куда-то там с каплями уйдет, половину мы от полотенца вытрем, и так далее. То есть, половину продукта извели и стопроцентного эффекта не получили. Поэтому с волосами такая же история обязательно необходимо волосы промокнуть, убрать излишний барьер в виде воды. Вот, наносим маску. На корни маску наносить не нужно, то есть, в принципе, любой продукт кислый, такой как бальзам, маску, не рекомендуется наносить на корни. В корне по факту это волос, как мы его называем, резисцентный, то есть он здоровый, он достаточно плотный, не нуждается в особом прям уходе. Вот Людмила писала, я стараюсь сделать каждому клиенту массаж, чтобы им понравилось приходить ко мне. Конечно. То есть, ну, люди любят заботу. Да, то есть, если вы проявляете заботу, не только массажем, а вот даже там, даже элементарные такие приемы, как, не знаю, меня этому коллега научил, допустим, вы долго уже работаете с клиентом, ну, мы пока маску оставляем, да, 10 минут, долго работаете с клиентом, и вы, допустим, знаете, что она у вас любит, я не знаю, там, лата с карамельным сиропом. Да, и она каждый раз, когда приходит, она приходит там и просит там, не знаю, администратора или еще кого-то сделать ей. И, допустим, такой прием, когда она пришла, а у нее уже стоит лата с карамельным сиропом, немножко, ну, это очень сильный такой психологический момент привязанности. То есть, человек сразу уже к вам расположен, прямо вот к родному фактически, и он уже не променяет, что у нее уже стоит все, что она любит, с ней делают все, что она любит, там, да, правильно ей гнуют голову, правильно создают свет, этот человек, это с ним, когда не уйдет, и даже если вы перейдете в салон на другом конце города, он все равно за вами поедет, однозначно. То есть... Вот здесь как раз, да, о конкуренции поговорим. Давайте поговорим действительно о конкуренции, потому что есть часто возражения, ой, у меня нет клиентов, ой, как их набрать и тому подобное. Ну, я считаю, это все, что нет клиентов, потому что есть клиенты. Ну, давайте согласимся так. То есть сейчас настолько крупные площадки, рабочие, для создания какой-то своей базы клиентов, да, то есть... То же самое сарафанное радио. Если сарафанное радио не работает, значит, у вас мало клиентов. Значит, вы что-то не... Вы что-то делаете не так. Значит, что-то особенного вы не предоставляете, да, то есть как бы, ну, либо продукт не тот, подберите себе бренд, да, который будет прям вау, прям, ой, она такой красный красит, ему только к ней не будет. Там, или, я не знаю, тот же самый массаж, она потрясающе делает массаж, ну, давай, к ней иди, она прям там, не знаю, все точки проработает, ты там словишь дзен, там, я не знаю, или еще что-нибудь. Вот. То есть какую-то фишку свою нужно найти, хорошая стрижка, да, качественная, или еще что-то. Больше работайте с Инстаграмом, действительно. Как бы, ну, сейчас возможностей огромное количество. Ты знаешь, так интересно, когда я проводила прямой эфир с Англии, и вот рассказывали о том, что... Там получилась такая история, что мама владеет салоном красоты, русскоязычной, у нее дочка. И мама стрижет, и дочка красит. И вот дочка пошла к самому крутому в Англии специалисту-стилисту... Яна Эшн, случайно. Нет. А то прям история из ее жизни. Нет, нет. К самому крутому специалисту, который ведет ток-шоу на телевидении, для того, чтобы посмотреть, как он предоставляет услуги. И вот она записалась в этот салон красоты к этому крутому специалисту, она взяла все данные, и она приходит, и он начинает спрашивать у нее, как у нее собака поживает, как она со своим молодым человеком съездила куда-то. Оказывается, он эту историю для первичного клиента он набрал из ее Инстаграма. Вы представляете? Да, да. Я только хотела, наверное, он просто посмотрел ее Инстаграм. Мне тоже часто, когда клиенты пишут, я стараюсь... Первичные клиенты. Первичные, да. Я стараюсь взять Инстаграм, посмотреть, что как... Во-первых, по Инстаграму можно проследить всю историю волос. Потому что как цвет менялся, как стрижка менялась, еще что-то, да. То есть обязательно прошу всегда со мной связываться через вот эти мессенджеры. Да, то есть Инстаграм очень большой кладезь информации о клиентах, и им нужно пользоваться. Ну вот, она была просто впечатлена. Она пришла, и просто мама рассказала, ты представляешь, я к нему попала, он как будто знает меня все, как будто вот мой друг. Ты всю жизнь уже. Да, да. И она была в диком восторге, и прям вот под впечатлением об этом и рассказывает. Обратите на это внимание, потому что я вам даю информацию о том, как делают очень крутые стилисты из Лондона. Так, ребятам, все очень нравится. Супер. Так, Настюш, сколько нам еще осталось? Я думаю, что 5 минут остается подержать маску, и мы приступим уже к сушке. Мы, в принципе, не будем наносить дополнительно спрей или еще что-то. Мы хотим показать, в общем-то, как сам по себе полноценный трехэтапный уход работает. Потому что, опять же таки, повторюсь, следите за тем, какого качества у волосы, структуры, дабы не утяжелить. Помним о том, что продукты профессиональные, очень концентрированные. И если попытаться накормить волосы всем, это не всегда идет в пользу. То есть нужно себя немножко тормозить. Потому что, да, вы можете поменять структуру ухода, заменив какой-то продукт на более легкий, но пытаться больше, больше, больше. Это все-таки продукт, ну, нужно понимать еще специфику всех принципов французских уходов и брендов. То есть они не любители всего много сразу. То есть вот по чуть-чуть здесь капля, тут капля. Как вот парфюм создается, вот примерно так же. То есть если видно, что волосы прям хотят напитать, то да, но здесь в данном случае не будет. У нас прекрасно все. Да, здесь у нас, и, кстати говоря, на тему тоже также уходов Куафанс, могу сказать на тему кондиционеров, еще 3 минуты только есть, что кондиционеры Куафанс также можно использовать как маски. То есть если дольше подержать, если дольше выдержать, добавить тепла, это получится такая легкая невесомая маска. То есть и чуть-чуть нужно привыкнуть к текстуре продуктов, потому что продукты, которые содержат много силиконовой основы, их нанес, и волосы сразу скользкие. Ну, как бы все любят этот эффект. О, все, она расчесала, у нее все классно. Здесь продукт более натуральный, да, то есть это не органик, конечно, но опять же-таки продукты очень натуральные, 88% на натуральных ингредиентов. Она чуть-чуть такая, как легкая невесомая текстура, которая сразу не дает прям интенсивного увлажнения питания, и ей нужно небольшое время, чтобы проникнуть в структуру волоса. И вот только через 3-5 минут мы почувствуем, что волосы стали прям вот такие вот скользкие чуть-чуть, то есть они таки хорошо прочесываются и так далее. вот это вот как раз-таки специфика премиальных и таких вот бизнес-сегментов уходит. Настюш, как Вы относитесь к маслам для волос? Что Вы используете чаще всего? Я лично. Да, лично к тебе вопрос. Ну, к маслам, ну, понятное дело, что чистых масел для волос, допустим, именно в косметических брендах, там чистое масло для сушки волос, такого не бывает. Естественно, маслом оно называется просто из-за расчета того, что в нем есть, присутствуют масла и у него консистенция масляная. Вот, то есть я пользуюсь, допустим, постоянно для сушки это эликсир, бриллиантный блеск, да, на основе масла по массу, кстати говоря, и на протеинных шелках. Вот, если мы говорим о прям интенсивных маслах как регенерирующих, да, как восстанавливающих, то, конечно, с процедурами Color Intense и Nutri Intense идут вот такие вот сыворотки на основе жирных масел. Но, конечно, репейным, органовым, чистым маслом, там, я не знаю, подсолнечным маслом или сливочным, я, конечно же, клиентов не мажу. То есть, в любом случае, к этому ко всему нужно адекватно подходить. Плюс ко всему натуральные прям масла, чистые, вот, у меня приходит клиентка, ой, я вот репейным маслом пользуюсь, такая вот, такая замечательная история, прям у меня волосы так восстанавливаются, а потом куча проблем при осветлении, окрашивании и так далее, потому что все это накапливается, забивает волосы. Ну и говорят же масла, натуральные масла где-то сушат волосы, или это неправильная информация? Масла могут подсушивать, волосы. Ну, в том случае, если волосы нуждаются в масле, просто нужно понимать адекватно, что нужно волосам. Увлажнение, питание, восстановление, да, все это разное. Допустим, вот у нашей модели користые волосы, они говорят, ой, у меня такие поврежденные волосы, вот они прям там это, да, и мы сразу ринемся их восстанавливать, а ей может, у нее структура просто користая, у нее структура просто природа такая. Там ничего не изменишь, там связи-то нормальные, они в порядке, просто не хватает увлажнения, и вот увлажнение было бы лучшим здесь, да, выбором. То есть они станут мягче, глаже, будут более такие вот рассыпчатые. Конечно, нужно обязательно делать тест умелостичнее. И, допустим, пришла брюнетка, да, то есть пришла брюнетка, у нее окрашенные волосы, да, и мы сразу ринулись там, я не знаю, ей, допустим, увлажнение давать, хотя, может быть, там под окрашиванием есть какое-то, ну, там, осветление, обесцвечивание, и как раз-таки нужно было бы восстанавливающий уход подобрать. Это можно проверить через тест эластичность. То есть мы берем буквально несколько волосинок, не оторвем, и наматываем чуть-чуть на палец и растягиваем. То есть если волос тянется, тянется и возвращается в исходное состояние, то есть с волосами все в порядке. Они нормальные, они не нуждаются прямо в восстановлении. Они нуждаются в питании, в уходе, в увлажнении, в дополнительном блеске. А какой мог быть еще вариант оторваться? Вариант мог, это уже крайний случай, это когда на голове вместо волос жвачка, то есть оно, в принципе, там видно, оно такое, как макаронина висит. Вот. Мог он вернуться вот в таком состоянии волны, когда уже, да, есть легкие повреждения, то есть волос уже начинает деформироваться при растягивании. Ну и прям совсем вот там, частями может порваться, где-то, да, не полностью, но частями. Это тоже повреждение. Это значит, что нам надо делать? Нужно подбирать интенсивное восстановление в основном, чтобы это было чем-то в сумме. Да, то есть, чтобы нам клиент ходил, хотя бы раз в две недели, раз в две недели, в зависимости подкосновения. Приходил у нас в любой кинтоксбе. Друзья, спасибо, миллион сердечков Насте. Она обязательно все пересмотрит и будет очень довольна вашей обратной связи, потому что это крайне важно для любого мастера, для любого специалиста, педагога, крайне важна обратная связь. Так что ставьте прям миллион. У нас время уже почти заканчивается этого прямого эфира. Ну, в общем-то, все, что нам остается, это посушить нашу мудрель. А, нет, ты что-то хотела еще сделать, нет? Нет, перед сушкой мы можем нанести только эликсир. Да, про эликсиря. То есть здесь мы закончили с шампунем и смазкой, да, то есть сейчас мы как-то укутываем нашу мудрель в полотенце. Кстати, полотенце тоже, то есть... Да, я обратила внимание. кто-то, 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 не знаю, учит, не учит заворачивать в полотенце, но я покажу. Давай, давай, так, смотрим. Берем полотенце, закручиваем один край от себя, кладем в раковину, клиента просим поднять голову и подставляем наше полотенце вниз, под шею и кладем обратно. одну часть полотенца закрываем сюда, внахлёст, вторую часть тоже внахлёст сюда. И вот этот кончик мы подгибаем вот в наш тот загиб, который мы вначале сделали. Почему от себя, потому что когда мы поднимем, он будет на нас, да, и мы сможем подогнуть краешек. Вот эту часть, внутри которая получилась у нас, получился вот такой вот квадрат, да, вот он. Одну часть сюда сгибаем и вторую где у нас лоб. Всё. Клиентов поднимаем. Таким образом выглядит сузбанка, как она называется. Ой, красота! И ничего не падает. И вот волосы мокрые не свисают вот здесь по одежде каплями. Ну, кстати говоря, многие скажут, что вот мы одноразовыми полотенцами пользуемся. На самом деле в одноразовых полотенцах я точно так же делаю и всё нормально получается. Вот. И вот таким образом мы раскрываем. Всё. И сейчас мы можем приступать к сушке. Столько секретов Настя для нас сегодня раскрыла. И как массажи делать, и как полотенце заворачивать, и психологию работы с клиентом, и как вам предлагать продукты, ох, составы продуктов. то есть для вас кладезь информация. ну так, одну часть волос мы можем в принципе из-под утина пока на выходе. Прямо буквально одну каплю лексира беру. Он такой же аромат, да, или нет? Он чуть-чуть более парфюмированный. чуть-чуть другой. Более сладкий в парфюме немножко. Тот фрукт немножко парфюмированный. Вот. И одну часть волос проработаем Наша модель будет звездой. С одной стороны поворачивай, здесь блестит. Здесь тоже блестит, но по-другому. Сможем показать, как будет и без эликсира, и как будет с эликсиром. То есть эликсир чуть-чуть пушковый волос еще прибьет, или что там? Да, он немножко еще дополнительно разгладит. Вот, придаст еще дополнительный блеск. То есть вот одной капли прямо вот хватает. Ну, это очень хорошо. люблю даже на длинные волосы. Люблю средства, которые такие экономные. Так, вот эту часть мы можем поставить, посмотреть как бы без эликсиров, чтобы все видели, что, в принципе, и так, и так. Уход отлично работает. А мы фото сделали до? А у нас есть фото до модели. Отлично, я вам размещу обязательно это в сториз. так, ну что, я думаю, давайте мы тогда закругляемся. Результаты в сториз, все вам покажем, все расскажем, да вы сами увидите результат. Давайте ставьте миллион сердечков, не забывайте писать бренда, если у вас возникли вопросы, кофанцы, вот внизу подчеркивание видите, то, что я закрепила, это вот туда, вот пишите в директ, задавайте все ваши вопросы. Миллион сердечков, Настя, Настя, тебе пошли сердечки, миллион. Спасибо, спасибо. Да, и обязательно Насте напишите в директ, я сейчас размещу ее инстаграм, в сториз, обязательно Насте напишите в директ, какой следующий мастер-класс вы хотите увидеть. Какие темы вам интересны, потому что нам интересна обратная связь, нам интересно вообще самим что-то новое придумать, чтобы вам было интереснее к нам приходить, поэтому ждем ваших сообщений. Да, и не забывайте то, что у меня сохранено 4 прямых хит-фира предыдущего мастер-класса с окрашиванием, там какая-то бомба получилась, очень крутая, вы можете его пересмотреть в моей ленте, и еще раз также Насте задать вопрос, если они у вас возникнут, к ходу этого мастер-класса. Ну что же, друзья, до встречи, творите красоту, мы вас очень сильно любим, и ждем в гостях у бренда Куафанс Профессионель, приезжайте, обучайтесь, и знакомьтесь лично с Анастасией. Всем пока-пока. Пока.